Вся Россия на ушах про Елену Сафонову сообщили такое. Известная российская актриса, звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова и жительница Красноярска Маргарита Рафальская стали жертвами ДТП в среду днём в центре Москвы. Обе женщины госпитализированы. Российская актриса Елена Сафонова попала в автоаварию в центре Москвы. В автомобиль женщины на проспекте Мира влетела другая машина, которая выехала на полосу встречного движения. По данным СМИ, Сафонову госпитализировали в ней скорой помощи имени Склифосовского. У женщины диагностированы закрытый перелом надколенника, перелом ребер, а также другие травмы. Водителем въехавшей в авто Сафоновой машина оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Её доставили в больницу с травмой носа. По словам свидетелей ДТП, транспортные средства, разрешённую на трассе скорость, не превышали. Как сообщил источник РЕН-ТВ, знакомой ситуации на иномарке числятся 70 неоплаченных штрафов. Большая часть штрафов — это превышение скорости, пояснил собеседник. 21-летняя Маргарита была госпитализирована. По данным журналистов, у неё перелом руки. Авария произошла днём на проспекте Мира. Девушка на БМВ вылетела на встречную полосу и протаранила Хюндай, за рулём которого находилась звезда «Зимней вишни». Сафонова доставили в ней скорой помощи с переломами. В столичном управлении ГИБДД заявили, что по факту аварии проводится проверка. Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Заслуженная артистка России, дочь известного актёра Всеволода Сафонова и режиссёра Мосфильма Валерии Рублёвой. В 1997 году Сафонова рассталась с мужем и вернулась в Россию, поступив таким образом вполне в духе своих героинь. По возвращению в Россию Сафонова живёт в Москве и не испытывает творческой невостребованности. На театральной сцене она удостоилась премии «Чайка-99» за роль Полины в комедии «Плачу вперёд» по пьесе Надежды Птушкиной, поставленной театром «Амфион». В составе антрепризы Дубровицкого Сафонова прекрасно играет такие роли, как Крис Горман, комедия «Слухи» по пьесе Нила Саймона и Маркиза де Мертей, «Опасные связи» по мотивам пьесы Леонида Филатова и куртуазного романа «Шадрело де Лакло». Нельзя также не отметить роль Марты в спектакле «Девичник», созданном продюсерской компанией «Независимый театральный проект». В области кинематографии Елена Сафонова уже в постфранцузский период сыграла более 30 ролей, среди которых хотелось бы отметить её замечательную Лизу в фильме «Женская собственность» 99-го года режиссёр Дмитрий Месхиев.